Отлично! Приветствую вас всех! Ребят, сегодня у нас с вами будет интересный тренинг и буду вести его я для вас. Меня зовут Лилия Донскова. Я одна из лидеров интернет-проекта «Карьера онлайн». И у нас сегодня будет такой тренинг интересный психология собеседования и психотип собеседника. Приготовьте ручки, листочки, цитратки, куда всё записывается, потому что информация настолько важная и полезная, чтобы её потом опять не пересматривать. Часовой тренинг. Вы просто сейчас посмотрите, запишите и будете этим пользоваться. Итак, поехали! Первое, что вы должны понять, когда вы приступаете к работе вообще, вы должны понять, что я могу сделать для человека. Ребят, не для себя, а для человека, чтобы он меня услышал, понял, и чтобы мои действия, слова, эмоции, всё до него донеслось на 100%. Для кого это важно, ребят? Поставьте пятёрочки. Для кого важно, чтобы человек вас понял? Вот смотрите, зачастую бывают такие ситуации даже в семье, что люди не понимают друг друга, ссорятся, ругаются. Почему? Потому что они не до конца выражают свои мысли, неправильно составляют предложения, слова и дают неправильную эмоциональную окраску. И мы сейчас с вами поговорим о том, как вообще влияет на людей наши с вами слова, голос и тело. Вот смотрите, перед вами слайд, на нём есть три сектора, слова 7%, голос 38%, язык тело 55%. То есть вербальная коммуникация, вербальная, это слова, то есть за это всего 7%, всего 7%. Остальные 93% приходится на невербальную коммуникацию, которая самая сильная и больше всего влияет на человека. То есть сам текст, что мы человеку говорим, ему это не важно, ему это не настолько интересно. И слова человек не очень хорошо воспринимает. А вот как мы это говорим, как мы это выдаём, вот это играет огромную роль. Вы представьте, если бы вы пришли в театр, а артисты бы просто сели бы все в рядочек и прочитали бы свой текст. Ребята, вы бы после этого ходили в театр? Скорее всего, нет, и никому бы не рекомендовали. Вы бы сказали, я и сама могу дома бесплатно прочитать эту книгу. Но люди ходили, ходят и будут ходить в театр. Почему? Потому что артисты умеют настолько вжиться в роль и передать эмоции, вот эту игру, что мы как будто бы переносимся туда, в это произведение, да, и мы его проживаем ярко, мы можем даже, да, мы можем расплакаться, мы хохочем. То есть, да, мы переживаем самые ярчайшие эмоции. И уйдя с представления, мы наполнены, мы наполнены, мы как будто бы пережили чудо. Так вот, ребят, каждый разговор с вами для человека должен быть таким, как будто бы он переживает чудо. Если вы просто переписываетесь с человеком, смотрите, просто текст ему отправляете, сколько вы процентов задействуете? Посмотрите, всего 7. 7 процентов восприятия. Давайте с вами рассуждать. Если мы взяли с вами сотню человек, с которыми мы начинаем общаться о бизнесе и просто с ними переписываемся, сколько из них, да, услышат нас, сколько из них, да, поймут этот текст, будут вчитываться в слова, сколько из них готовы вообще воспринимать текст, потому что многие люди читают и не воспринимают, мысли их уносят, да, и они думают, так, что-то я сейчас прочитала, а что ничего не поняла, да ну, его фигня какая-то, и закрыли страничку. Понимаете? То есть мы теряем с вами огромный процент людей, то есть, да, нам остаётся всего лишь 7 процентов людей, которые восприняли нашу информацию, и из них ещё не факт, да, что все зарегистрируются. Смотрите, если же мы с вами подключаем голос, речевой аппарат и начинаем говорить, и тут же важно, как мы говорим, то ли мы бормочем и заикаемся, или мы говорим там монотонно, или мямлим, как говорится, да, мямлики никогда не правили миром, то есть, да, если мы говорим так, то люди нас тоже плохо слышат, потому что голос, он добавляет 38 процентов восприятия, идёт невербальная коммуникация уже, которая, да, мощная. И если мы с вами научимся говорить хорошо, красиво, эффектно, ярко, если наша речь будет без слов-паразитов, если наша речь будет чёткая, уверенная, понимаете, иногда вот бывает такая ситуация, когда вы не очень хорошо выучили предмет, но вы так можете выступить перед судьями, да, перед этими деканами и педагогами, что они просто вам ставят пятёрки и дают красный диплом за то, что вы настолько уверены, позитивны, с таким энтузиазмом всё это делаете, что они говорят, ну, этот человек точно в жизни, да, пробьётся, у него всё получится, ну, подумаешь, он не выучил там формулу, да ерунда, зато как говорит, как он, да, доносит это своё эмоциональное всё окрашивание, как красиво, как чётко. Поэтому очень важно послушать свою речь. И когда вы начнёте говорить с людьми, то ваше собеседование вы должны все записывать. Все, ребят, то есть установите себе простейшую программку, вам не надо камтазию тяжёлую, самую простую элементарную программку, Михаил её скидывал в чате, ещё раз можно продублировать. И записывайте всё, вот всё, что вы говорите. И обязательно потом слушайте и делайте работу. Работу, да, анализ, работу над ошибками. И всегда спрашивайте себя, что я могу улучшить в своей речи. Где я, может быть, проглатываю слова. А где я тяну «а», «ну что» и так далее. Вот Миша написал программку, вы скачаете её, она простенькая, классная, очень удобная, быстро, мгновенно обрабатывает ролики. Да, вначале может быть или смешно, или печально. Вначале вы будете, естественно, недовольны. И будет желание, может быть, даже бросить. Ребят, вы знаете, чем отличаются успешные люди от неуспешных? Успешные делают то, что им не хочется, не нравится. Они это делают. А неуспешные говорят, да ну нет, я с понедельника, может быть, начну, а может быть, никогда, может быть, я лучше полежу на диване. Да, а успешный человек то же самое, он просто говорит, пойду и сделаю. Идёт и делает, несмотря на то, что смешно, страшно и так далее. Поэтому, если вы начнёте это делать, преодолевая страхи, то вы можете себя записать в разряд успешных людей. Да, может быть, вы будете чуть дольше двигаться по развитию, да, по лестнице развития. Кто-то стремительно растёт, кто-то меньше. Ребят, но вы будете расти? Однозначно будете, потому что только работая над собой, вы можете менять этот мир. Только изменив себя, вы можете изменить свой мир, своё окружение и так далее. Понимаете? Далее, смотрите. Дальше мы с вами поговорим про язык тела. Что это такое? Это язык жестов, того, чего сейчас я вам не выдаю. Да, просто мне очень жарко, я не хочу краситься, я не хочу собираться, да, я просто провожу видео с картинкой, да. Обучение не в видеоформате, я поставила картинку. Ребят, я сейчас теряю 55% того, чего нужно до вас достучаться. Ну, имея в виду, что эта тема вам интересна, я думаю, что вы будете её слушать внимательно и всё записывать. Кто-то под лестницей сидит, да, кто-то лежит на диване, кто-то висит на вентиляторе и так далее. Да, я сижу перед вами сейчас, да, с фотографией. Поэтому язык тела, ребят, 55%, не надо умалять его важности. Поэтому если у вас есть возможность поговорить с человеком по скайпу, то вы обязательно включаете видеопоток. Видеопоток, ребят, несмотря ни на что. Вот когда я провожу собеседование по скайпу, ребята, я готовлюсь, потому что на новичка, на кандидата нужно сразу произвести мощное впечатление. И мы это можем сделать только один раз. Если мы проводим без видеопотока, то мы теряем больше половины своих возможностей. И мы теряем то, что мы можем дать человеку. А ведь, возможно, ему действительно наше предложение будет интересно, но он его просто не поймёт, не разберёт в силу того, что, может быть, плохая связь, да, или там пробулькивают слова. И если бы он вас видел, ему было бы интересно уже просто потому, что он видит живого человека реального, да, он слышит его, и он видит, как вы двигаете, ртом, глазами, вы двигаете руками, то есть, что вы эмоциональны. Только, единственное, тоже не надо перебарщивать. Если вы слишком уж будете ярко, активно двигаться, то вы можете тоже напугать человека. То есть, всё должно быть в меру. Всё должно быть в меру. Поэтому язык тела – это ваша мимика, ваши жесты, как вы сидите, как в это время лежат ваши ноги, руки, да, как расположено тело. Если вы, например, сидите сгорбленный, то это тоже о многом говорит. Если у вас осанка, да, плечи расправленные, подбородочек, да, ровный, параллельно полу, то, естественно, да, человек сразу понимает, ого, ого, передо мной сидит уверенный человек, да, при этом у вас улыбка, вы можете поднять руки на уровень, чтобы человек вас видел, то есть, это чуть выше уровня груди, да, и вы можете руками делать небольшие такие движения, показывая какие-то, да, вот, жесты, усилители ваших слов. Жесты, усилители ваших слов. То есть, я вот даже сейчас разговариваю с вами, ребят, я двигаю руками, хотя вы меня не видите. Они мне помогают усилить голос, да, придать нотку какую-то мощную, сделать остановку, да, то есть, руки мне помогают, у меня всё органично, это тело, язык, голос и слова. Ребят, на этом этапе сейчас вам всё понятно, поставьте пятёрочки. То есть, по максимуму влиять на психику человека, то есть, да, не то, что на психику, вот, там, вот, да, зомбировать человека, а чтобы он нас услышал, чтобы он нас понял, и чтобы ему было в кайф с нами общаться. Вы знаете, единственное, есть момент, когда я разговариваю с человеком, если он без видеопотока, я добиваюсь, чтобы включили видеопоток. То есть, если видеопотока вообще никак не получается, тогда я говорю, окей, тогда я тоже отключу видеопоток, чтобы мы были с вами на равных. Потому что, вы знаете, ну, это действительно не очень комфортно, если на вас смотрят, а вы не смотрите, когда вы, да, тет-тет-тет разговариваете. И лучше выровнять ситуацию, и пусть будет картинка, да, хорошая фотография в скайпе обязательно. Ребят, не просто цветочки, мотылёчки, или просто вы, ваша фотография, открытое лицо, развернутое к человеку, с улыбкой, в отличной обстановке, в хорошей одежде, с прической, с макияжем, если это девушка, мужчина, да, тоже в прекрасном виде. Выбритый, красивый, шикарный, вкусно пахнущий. Понятно? Поэтому, в первую очередь, посмотрите, да, что у вас со скайпом, если вы будете говорить, и логин скайпа. Ребят, обязательно проверьте свои логины. Недавно мы с Мишей смеялись, вчера, по-моему, он говорит, представляешь, к нам на собеседование записался взрослый мужчина, а скайп у него сорока. Сорока и номер какой-то. Ну, понятно, да, может быть, с фамилией Сорокин. Ну, ребят, надо красивый, чтобы был скайп у вас, или с бизнес-темой, а лучше ваша фамилия и, может быть, имя или инициалы. Тогда это будет очень круто восприниматься. А когда скайп какой-нибудь смешной, ну, знаете, сразу к вам складывается такое же отношение. То есть, как вы себя преподносите, то точно, ну, так вас и будут люди воспринимать. Поэтому подумайте. Знаете, это как визитная карточка, когда вы ее даете, да, вот там, что там написано? Вы же не напишете там какую-то фигню. Да, вы все продумаете. То же самое здесь, в бизнесе нет мелочей. Все должно быть продумано. Особенно, если вы только начинаете, то с самого начала возьмите все, переделайте, да, по-правильному. Новый скайп себе сделайте. Пока, да, нет много контактов, легко их перенести из старого в новый. Но сделайте классный. Классный, все хорошее, все качественное. Также электронную почту, когда создаете, название ваших страничек, аккаунтов, чтобы везде была ваша фамилия. Да, брендируйте себя, даже в мелочах. Даже в мелочах. Итак, план собеседования. Ребята, вот смотрите, в принципе, я вам сейчас расскажу вообще полное собеседование, если вы его проводите от начала до конца. И расскажу потом в конце фишки, как сейчас можно действовать. То есть, это вообще сейчас настолько мы все вам упростили, просто, я не знаю, уже меньше не бывает, чтобы еще меньше действий делать. Итак, по плану мы приветствие говорим. Как мы начинаем? Добрый день или добрый вечер. То есть, мы сразу вот этим словом настраиваем человека на добро, на позитив. Мы не говорим просто приветствую вас или здравствуйте. Мы говорим добрый день, товарищи, добрый вечер, мои дорогие, или добрый день и так далее. Понятно? Далее устанавливаем контакт, выявляем потребности, презентацию, говорим, работаем с возражением и добиваемся согласия. Встановление контакта. Итак, мы звоним и говорим человеку «Здравствуйте, я звоню по поводу вашего режиме. Вам удобно сейчас говорить?» «Да». «Скажите, пожалуйста, как мне к вам обращаться?» Вот смотрите, ребят, почему-то эта фраза важная. «Скажите, пожалуйста, как мне к вам обращаться?» Вы знаете, в объявлении может быть написано «Леонид». А он вам скажет «Леня». Вот смотрите, он вам скажет имя и вы к нему должны именно так обращаться, как он себя назвал. То есть, вы себе записываете это имя и вы говорите «Замечательно, меня зовут» и называете своё имя именно так же, как он назвал вам. То есть, если человек говорит в уменьшительном, там, да, просто «Леня», вы говорите «Лиля», «Света», «Галя». Если он говорит «Леонид», то вы говорите «Светлана», «Галина», «Александра». То есть, вы тогда себя тоже называете по полному имени. Понятно? Ребят, почему это важно? Например, в объявлении человек указал имя своё, контактные там данные. Вы звоните и говорите «Здравствуйте, Леонид, вам удобно сейчас говорить?» А он говорит «Я, в общем, не Леонид, я его жена. Что вы от него хотите?» То есть, да, нужно уточниться «Здравствуйте», «Да, выяснить, я по поводу вашего резюме. Вам удобно сейчас говорить?» Да, то есть, человек либо говорит «Нет, это вообще не моё резюме, я ничего не размещал». Или «Ой, это мой муж разместил резюме». «Всё, окей, я могу с ним сейчас пообщаться?» Или вы можете его пригласить к телефону или к скайпу. То есть, вы выясняете на первом этапе сразу, делаете все точки на «Д» расставляете. Ребят, это понятно? А тут же вы говорите «Сколько времени это займёт?» То есть, замечательно, Лёня, меня зовут Лиля. Наш разговор займёт примерно 10-15 минут, и за это время я расскажу вам, что вам будет интересно по работе. То есть, да, мы показываем тайминг и выгоду. То есть, я за 10 минут расскажу вам, что вам будет интересно. Ребят, понятно? Плюсики поставьте. Далее, мы человеку приглашаем в скайп. Смотрите, то есть, мы ему говорим, то есть, сейчас, секундочку, да, немножко слайды давно делала. Сейчас вам скажу, то есть, либо мы сразу говорим на скайп, да, человека переводим, или сразу говорим, да, или мы уже в скайпе с ним. То есть, смотрите, если мы приглашаем в скайп, то мы говорим, отлично, я сейчас посмотрю, какой у меня график. Вам удобно будет пройти собеседование, когда, сегодня или завтра? Да, человек говорит, например, сегодня, сегодня вам удобно будет в 16 часов или в 19? Человек говорит, в 19 по московскому времени. Да, окей. Тогда, вот смотрите, мы человека записываем на собеседование, можем просто ему скинуть ссылку, которая у нас сейчас есть, общая, командная. Он сам ее заполнит, он несет там логин своего скайпа, контактный телефон, напишет, кто его пригласил. То есть, да, это самый простой вариант, как вы можете человека отправить на скайп собеседование. Но если вы записываете его к себе, да, то вы начинаете договорить с человеком. Что я тут написала? Сама вспомнить не могу. Ага, да, человек, например, вас спрашивает, а скажите сразу, какая компания? Да, прежде чем записываться, вы ему говорите, хороший вопрос, правильно, что вы его задали. Как раз об этом я с вами поговорю на собеседовании. И договаривайте, когда вы с ним, с человеком пройдете собеседование. Самое интересное, что собеседование, может быть, будете проводить даже не вы. То есть, если вы воспользуетесь общей командной ссылкой, то собеседование, может быть, для вас будет проводить Галя Брюханова, Светлана Гагарина, Михаил Булавцев. То есть, да, вы человеку ссылку даете, и он сам, да, записывается, выбирает время, которое ему удобно. И наши менеджеры ему позвонят, сами с ним поговорят, все объяснят. Ребята, это понятно? Чуть-чуть я напутала тут вначале, но ничего страшного, я думаю, разберемся по ходу пьесы. Далее, смотрите, человек, например, говорит, а сколько я буду зарабатывать? Сейчас, секунду, у меня семинар лет. Ну, да, приходите, можно к четырем, если придете, будет вообще классно. Вот, то есть, есть человек, например, говорит, а сколько я буду зарабатывать? Сколько у вас зарплата? Вы ему говорите, мне надо вас увидеть, чтобы ответить вам на этот вопрос, потому что у нас несколько вакансий, да, и я пока не знаю, что конкретно я вам предложу. То есть, ребят, вы не ведитесь никогда на то, что человек вас спрашивает, да, будьте уверены в себе и спокойны. Я вот вчера обзванивала на авито-резюме, ну, звоню, так девушка одна взяла трубку, значит, такой приятный голос, я ей говорю, здравствуйте, я по поводу вашего объявления, вам удобно говорить? Да, скажите, работа еще актуальна, ищите? Ну, да. Я говорю, когда, у вас скайп есть? Когда мы можем с вами перейти в скайп? Она такая, ну, вы меня сначала заинтересуете, я говорю, ну, в скайп перейдем, и я вас заинтересую, она мне такая говорит, ну, я, может быть, и не буду в скайпе, я говорю, ну, мне тоже на вас надо посмотреть, задать вам некоторые вопросы, у меня такой принцип, я работаю с людьми по скайпу, либо вы в офис к нам поедете, вам как удобнее будет, да, выйти в скайп на 10 минут, или ехать через весь город, чтобы с нами увидеться. Вот, она такая, ну, нет, мне надо знать, что за компания, вообще кто вы, я говорю, я индивидуальный предприниматель. Она такая, ну, вы меня хоть заинтересовали бы, я говорю, нет, извините, вы мне не подходите. Ребят, знаете, надо уважать себя, да, и не захвататься за первый попавшийся человек, да, если он такое сразу, изначально, задает много вопросов, во-первых, да, какой доход, там, какая компания, слишком много вопросов, да, мы все расскажем на собеседование, надо сначала, да, на него прийти, это не на бегу. Еще у меня была такая ситуация, тоже меня начинают сразу спрашивать, ну, расскажите по телефону, да, тут, что так это все, долго, я говорю, вы знаете, вы же не звоните в парикмахерскую, не просите, постригите меня по телефону, а то так долго к вам ехать, еще там, вдруг опоздаю, или ждать придется, ну, люди, либо с юмором, да, начинают меняться, говорят, ну, все, я понял, да, давайте я запишусь, ну, а или люди говорят, ну, что такого, ну, что вы сравниваете парикмахерскую, и вот это, я говорю, ну, для меня, например, важно с вами увидеться, чтобы вы меня увидели, чтобы я вас увидела, вариант, или по скайпу, или в офисе, но это, если мы работаем, ребят, вот в своем населенном пункте, то мы можем человека пригласить, понятно, да, то есть мне надо увидеть вас, чтобы ответить на этот вопрос, все, поговорили, поставьте, пожалуйста, пятерочки, если на этом этапе вам сейчас все понятно, важно, ребят, называть человека по имени, вот он вам сказал Леня, и вы ему хотя бы за время разговора, да, если это 10-минутный разговор, хотя бы пять раз вы его назовете Леней, да, пять раз, это, да, Карнеги еще нам сказал, великий, могучий, что имя человека, это самый сладостный, важный для него звук, слово на любом языке, поэтому, да, не будем, как говорится, уходить от этого принципа, наоборот, будем использовать по максимуму все, что влияет на человека положительно и позитивно, а Леня, так Леня пять раз, смотрите, пришли мы на собеседование, вот, человек пришел, все, мы с ним, значит, уже поздоровались, да, и начинаем общаться, выявляем потребности, то есть, смотрите, задаем открытые вопросы, если мы спросим его, вы сейчас работаете, он скажет, да или нет, надо спросить, чем вы сейчас занимаетесь, какой у вас род деятельности, то есть, это открытый вопрос, когда человек вам немножечко расскажет, вообще, знаете, есть такой тоже интересный момент, если вы научитесь говорить таким образом, чтобы вы задавали в основном вопросы, 80% говорит собеседник, и 20% вы, то это будет вообще высший пилотаж, то есть, вы задали вопрос, чем вы сейчас занимаетесь, он начинает рассказывать, а почему вы сейчас ищете работу, человек вам рассказывает, то есть, вы в это время себе фиксируете, да, кто он, что он, какие, да, вы уже по его словам, вы можете понять, там, начальник не понравился, коллектив не нравится, зарплата маленькая, то есть, вы уже видите, какие для него ценности, или он вам говорит, у меня не хватает времени на семью, да, я просто работаю хорошая, но очень далеко, я не могу ездить, да, я вообще не вижу ребенка, там, мужа, не успеваю готовить, и так далее, или жену, ребенка, не успеваю поесть, нормально с семьей, вот, вы спрашиваете, что не устроило на последнем месте работы, то есть, да, вы вытаскиваете из человека, его ценности, ребят, вот эти вопросы, может быть, они вам кажутся странными, зачем они, вам надо найти точки, да, ключики, крючочки, якоречки, за что вы потом будете цеплять, чтобы человеку делать предложение, то есть, вы же не можете ему весь наш бизнес рассказать за 10 минут, но вы можете, основываясь на его пожеланиях, за 10 минут потом выдать ему, квинсистенцию вот эту, то, что, да, мы в этом бизнесе, да, вот у нас именно это есть, то, что есть свободное время, вы сможете проводить ее с семьей, успевать на ужин, да, ужинать вместе, готовить вместе, вообще все будет очень круто, ребенок, будете видеть, как ваш ребенок просыпается, засыпает, да, играйте с ним сколько угодно, понятно, плюсики поставьте, далее, спрашиваю, какую работу бы вы хотели найти, что вам важно, что бы вы, вот, что бы вы хотели видеть в вашей работе, вот что для вас важно, задали вопрос, да, и ждете ответ, чтобы человек вам рассказал, что какой он хочет работу, что ему важно, да, может быть ему важно, чтобы он сидел в офисе, он скажет, мне важно, чтобы был красивый, светлый офис, другой скажет, а мне важно, чтобы был хороший коллектив, а третий скажет, а мне важно, чтобы зарплата была большая, понятно, да, то есть, вы слушаете, себе записываете, я прям делаю маленькие стенографические заметочки себе, даже глядя в глаза, я смотрю на этот, как бы на человека, а сама себе, тын-тын-тын, что-нибудь записала, пару слов, и я уже по ним сориентируюсь, что они значат, вот, кстати, классный слайд, если 80% говорит ваш собеседник, то собеседование супер, оно состоялось, да, если 50 на 50, ну, хорошо, удача, а если 80% говорите вы, то собеседование, в общем-то, да, провально, в общем-то, люди сами любят много говорить, вот, и люди любят, когда их слушают, ребят, это нужно учитывать тоже, вот, тот, кто говорит, тот контролирует беседу, но не контролирует результат, понимаете, а результат контролирует тот, кто слушает, вы каким хотите быть человеком, чтобы ваш, да, оппонент пришел к результату, вошел в команду, стал активным партнером, тогда имейте в виду, что научитесь задавать вопросы и слушать человека, даже если собеседование продлится дольше заявленного времени, тайминга, то вы все равно, да, если человек готов открываться, готов разговаривать, то вы тоже с ним должны поговорить, выслушать его до конца, не перебивайте, да, но если, конечно, человек только заносит куда-то, вы видите, что там, ну, неадекват, бывает, что неадекват какой-то попадается, но это, кстати, бывает очень редко, в основном люди, ну, по крайней мере, вот у нас, ну, сколько людей попадалось, все достаточно приятные собеседники, у нас ребята, которые проводят скайп-собеседование, делают записи, я просматриваю, я вижу, что, ну, действительно, люди хорошие, интересные, да, с ними хочется продолжить разговор, далее, мы с вами должны выявить потребности, вот, вы знаете, я когда начинала этот бизнес, все время мне говорили, ты должна выявить потребности человека, ты должна выявить, я думаю, господи, да как же их выявить, ну, как они мне скажут, что им надо, я сама не знаю порой, что я хочу, а как мне человек расскажет, оказывается, ребят, есть такие, вот эти вопросы, правильные, открытые, благодаря которым, люди сами рассказывают, что им нужно, то есть, да, нужно вот цепляться за ответ человека, и, да, вот выявлять потребность, или создавать ее, да, вот вы чувствуете, что у человека направление такое, что ему в семью надо больше времени проводить, то вы это ему и будете давать, то есть создавать такую реальность, и давать именно вот это, если человеку нужно что-то другое, вы это услышите в его ответах, да, вы спрашиваете, какую бы работу вы хотели найти, он вам говорит, например, стабильную, надежную, вы спрашиваете, а как вы поймете, что работа надежная что должно быть вашей работе чтобы это поняли он говорит компания должна существовать долго до высокий заработок там больше большой коллектив что компания была известная в мире во всем да такая ну тогда я считаю что это надежно если компания какая-то однодневка и про нее никто не знает то это это не надежно хорошо то есть скажите если я вам предложу работу в давно существующей компании компании которые существуют много лет на мировом рынке и с большим заработком вам это подойдет правильно я вас поняла ну человек говорит ну да конечно супер спрашиваете а какой заработок для вас большой твоя говорит ну тысяч пятьдесят семьдесят отлично а что вы готовы для этого сделать я все готов сделать за такие деньги я все готова делать или он конкретно говорит но я готов работать например восемь часов ты или там я готов работать там вообще круглые сутки то есть вы послушаете по ответам что он вам расскажет далее вы спрашиваете а почему вы ищете удаленную работу то есть да вы его не спрашиваете а вы рассматриваете вариант удаленной работы но уже понятно что мы работаем в интернете да и работы вы его спрашивать а почему вы ищете удаленную работу он как на это удобно хорошо я не люблю в транспорте есть у меня напрягает что там надо каждый день собираться краситься или бриться и так далее так далее для меня это удобно я хочу быть даже чтобы все было дома кухня под рукой холодильник любой момент закрыл компьютер ушел мне нравится чтобы свободный график вы опять же слушаете человека ага отлично ему нужен свободный график удаленная работа высокий за оклад его интересует фирма стабильная ребят что дальше делать да мы даем презентацию то есть мы выявили все его потребности собрали так в кучку все и теперь мы начинаем презентацию и используем технику 3 да вот если вам человек три раза сказал да то четвертый раз он автоматически говорит да и вот этот четвертый мы с вами куда прибережем когда мы его спрашиваем вы готовы приступить к обучению и работе вот он говорит да смотрите сначала мы говорим отлично наша компания именно это может вам предложить мы являемся крупным интернет-магазином вы пользуетесь интернет-магазинами как вы считаете это экономит время да конечно а как вы считаете сейчас много людей делают покупки в интернет-магазине ну да но да отлично конечно это именно так и есть здесь мы можем привести статистику то есть там 80 процентов людей которые старше 18 лет уже хотя бы раз совершали покупку в интернете а 50 процентов делают это просто регулярно да они не ходят в магазины они открывают компьютер и покупают действовать это нише самое перспективное сейчас и это составляет огромную конкуренцию обычным магазинам да они сейчас теряют огромный поток клиентов потому что люди переходят в интернет да это модно это брендово трендово и так далее да да мы говорим замечательно именно поэтому предлагаю вам сотрудничать нашей компании и стать и вы знаете вы подбираете человеку вакансию то есть вы ему говорите стать директором или менеджером по подбору персонала и да то есть вы подбираете ему что-то такое соизмеримое с его запросами то есть человек вам сказал зарплату 50 70 тысяч что вы ему спокойно говорите работа стать управляющим или директором если он говорит там 15 20 то вы могут сотрудникам по подбору персонала или да по сотрудникам по работе с клиентской базой то есть смотрите по человеку чем он занимался да какое у него направление ему интересно далее вы говорите мы не занимаемся продажей товара интернет магазина мы развиваем филиальную сеть наших магазинов по всей россии и страны снг вы получите от нас новые навыки по и далее по профессии да или по обучению персонала по подбору персонала или по управлению магазином и получите желаемый доход как вы считаете от чего зависит прибыль интернет магазина человек вам говорит ну от продаж да или он такой ну я не знаю вы знаете я когда спрашиваю людей обычно они все говорят что ну чем больше продали да там 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 чтобы товарооборот был я говорю верно верно то есть да мы смотрите мы работаем с компанией арифлей вы знаете такую компанию и смотрите да реакцию человека иногда она бывает немножко кисленькая я сразу спрашиваю что вы знаете про эту компанию продажи продажи у меня вчера как раз собеседование было да девушка говорит каталоги продукция хорошая у нас девчонки на работе но есть я всегда покупаю у меня сейчас кое-что есть вот прям буквально в этом каталоге лак новый купила ну то есть ну я знаю как продажи я говорю а то что я вам сейчас рассказала вот все до этого у вас это ассоциирует с компанией арифлейм человек нет я говорю это именно вы знаете есть такое направление в арифлейм когда можно действительно заниматься продажами но это очень мелкий заработок это даже можно рассматривать как хобби и в основном это используют или пенсионеры или студенты которым нужны быстрые небольшие деньги да ну как подработку у них есть немножко времени свободного вот поэтому мы с вами не будем говорить о продажах мы этим не занимаемся мы с вами будем работать да вот направлении там управляющий интернет магазина или менеджер договорились то есть выгодал конечно мне это интересно я говорю отлично когда вам удобно приступить к обучению сегодня да у нас есть обучение например там 15 часов или в 21 час или завтра когда вам удобно человек выбирает когда ему удобно приступить и мы с ним начинаем уже сразу на работе то есть ребята тут просто ну это действительно просто когда вы сделаете такую правильную подводку вы дадите человеку поговорить вы его выслушать выявить потребности зададите правильные вопросы двух словах расскажите что да что мы делаем что мы вас этому научим туда вы эти навыки вы все получите у нас есть это предусмотрено в обучении это не на собеседование естественно мы об этом будем говорить вот и спрашиваю вы сегодня готовы поступить к обучению или завтра что я говорю да я могу прям сегодня отлично ребят если возникает возражение вот смотрите что значит возражение просто недостаток информации больше ничего я в общем то люблю возражение иногда некоторые меня пугают раньше особенно пугали а потом когда я поняла что возражение это хорошо то я теперь рада когда люди начинают что-то говорить это здорово потому что в принципе у любого человека есть где-то в голове возражение если он его утаит он просто сольется он просто сольется да и не будет с нами сотрудничать если же он открыто о нем скажет то мы можем с ним поработать с этим возражением и тогда человек будет с нами на любой человек ну как говорится да достоин того чтобы с ним поговорить до выявить его возражение ответить на него надо дать человеку выговориться так потому что то если есть возражение в принципе человек сам же на него может и ответить то есть да как мы это делаем человек говорит ну вы знаете вообще-то арифлейм это дорогая продукция вы его спрашиваете а как вы думаете почему одна продукция стоит дороже другой он вам тут же скажет ну как почему дороже но производитель до качества лучше все он сам ответил вы ему говорите ну отлично да то есть замечательно то есть вы сами понимаете что арифлейм это шведский бренд высокое качество это инновационная компания которая уже 50 лет работает на мировом рынке да и у нее продажи более полутора миллиардов евро в год тогда вы понимаете что это хорошая классная компания или человек говорит что наценка из-за бренда вы ему говорите как вы думаете но это прокатит вот если наценка на раз сделать наценку 2 продукт не стоит тех денег за которого продают и уйдут а наши продукции всегда пользуются растущим спросом согласно да и опять же полтора миллиарда евро в год такой мощный товарооборот это компания лидер сейчас да мировой лидер по продажам если человек говорит но это не мое послушал да ой ну все и у него знаете где-то жетончик там внутри сидит арифлейм продажи арифлейм продажи он никак с него соскочить не может на у него вот каталоги продажи распространения засела это где-то глубоко насмотрелся может быть там на коллег которые ходят и уговорит ну купи ну закажи ну помоги мне на те какая разница где брать вот и у него вот этот засел и ничего не может сделать это не мое это не мое спросите его скажите а что вам необходимо чтобы это было вашим прямой четкий вопрос что вам необходимо чтобы это было вашим и слушайте или если человек задал какой-то вам вопрос вы ему говорите замечательный вопрос но прежде чем я отвечу скажите а вы сами как думаете а вы сами как думаете то есть ребят вот эта фраза она вообще просто стопроцентно выигрышная если вы ей научитесь пользоваться то вы с любым возражениям в принципе будете дружить и она будет вам на руку ребят если вот этот слайд сейчас все понятно по возражениям поставьте пятерочки далее нужно получить согласие чтобы получить согласие до человека дожать его мы задаем альтернативные вопросы человек говорит там например я подумаю вы его спрашиваете что вам необходимо чтобы вы приняли решение ага три человека только поняли остальные так галь вопрос пишет хорошо сейчас галь ждем твой вопрос я пока буду продолжать потихонечку то есть смотрите человек говорит я подумаю да что вам нужно время да время да хорошо но время деньги в нашей команде места ограничены завтра уже возможно уже не смогу вас принять вы потеряете возможность как вам удобнее получить ссылку для заполнения заявки в контакте или в скайпе когда удобнее заполнить заявку сейчас или в течение 30 минут то есть вам ребят знаете нужно что сделать просто человека прям вот заключить какие-то рамки и вы ему говорите если я сейчас не получу в течение 30 минут вашу заявку я вам перезвоню потому что да может быть сбой какой-то там технический да я вам позвоню скажу что заявки нету да и может быть да мы так с вами заполним вместе все заполняется до связи не прощаюсь с вами если вы да окей сейчас вы ему говорите отлично я сейчас вышлю ссылку как заполнить перезвоните если заявки не будет я вам сама перезвоню через 30 минут все то есть вы это все с ним должны обсудить ребят договориться это называется еще знаете как договорить договоренность на берегу что было все четко понятно да вот что через сколько кто позвонит кому позвонит чтобы не так вот созвонимся когда-нибудь ай да если заявки не будет через 30 минут я вам перезвоню ну а может быть технический сбой какой-то действительно такой же может быть может понятно да ребят по этому слайду есть такой метод якорения этот метод называют такой контроль контролировать и вызывать нужные эмоции человека то есть есть визуальные аудиальные и кинестические визуальные это то что человек может видеть жесты выражение лица позы то есть да вы можете какую-то какую-то фишку свою придумать когда вы будете вот ну может быть щелчок делать вот так вот раз да это будет как якорь И вы понимаете, что у вас все получится. Раз, так, щелкнули. Человек, когда будет слышать щелчок, он будет понимать, что у него все получится. Или ваше выражение лица, позы. Вы поднигиваете в какой-то момент. Или вы приближаетесь ближе к монитору, или наоборот удаляетесь. То есть вы жестами визуально показываете. Аудиальный, то есть это то, что человек воспринимает на слух. Хлопает? Да, можно хлопать. Конечно, да, что-то можно делать такое прикольное, то есть якорь. Человек вас запомнил, да, вот раз, так, и он понимает, что это вы, он вспомнит при этом жести. Это будет якорь, хороший якорь, да, что-то хорошее надо всегда якорить. Вот далее, смотрите, можно определенным образом произносить слова. Имя человека, да, или какую-то музыку всегда включать. Вот, например, у нас есть такая традиция, один лидер у нас в Саратове, когда она выходит выступать на протяжении многих лет, ставит всегда музыку «Невозможное, возможно» от Димы Билана. И когда эта музыка играет, мы понимаем, что сейчас выйдет на сцену Ирина Кузнецова. Потому что, да, потому что она действительно в Саратове сделала самые мощные результаты. Во время она, как бы, и сейчас пока занимает лидирующие позиции. Вот, и всегда включает эту музыку. То есть вы можете тоже что-то использовать, свое, какую-то, да, фишку в тренингах, семинарах, и просто в разговоре, или у вас на телефоне какая-то ваша музыка. То есть это якоря. Или вы имя человека произносите как-то особенно «Халочка», да, или «Мария Мэрабелла». То есть что-то вы говорите необычно. И кинестические, ну, ребят, это то, что мы с вами сделать при интернету не можем. То, что человек может послушать физически, но вы можете это рассказать. Интересно, что человек почувствует даже прикосновение, запах, там, аромат. Вот, как вы это сделаете, как вы это словами сможете донести до человека. Но это, конечно, очень круто делать при встрече личной, когда вы будете разговаривать с людьми живыми, с реальными, может быть, дома или встретиться с кем-то в кафе. Потому что я думаю, что в любом случае вы придете к тому, что когда-то вы будете разговаривать с людьми самостоятельно, без онлайн-презентаций. Вот у меня вчера была живая встреча с парочкой, с одной, Юлей и Саше приходили. Для меня это, конечно, было огромное испытание. Я так давно не говорила с людьми в реале. Обычно мы с Мишей вместе ездим, да, то он, то я, что-то мы говорим. А это вчера я одна. У меня было столько зрителей. Вчера в офисе была куча народа, огромная тишина. И все меня сидели, слушали. Конечно, было прикольно. Но не в офисе, а в бизнес-центре в Саратовском. То есть у нас новый классный бизнес-центр. Было прикольно. Теперь смотрите, когда вы работаете с людьми, вы же одеваетесь, да, какую-то одежду на себя. Вот смотрите, если вы выбираете цвет для презентации, то какой вам лучше цвет блузки или платья выбрать? Посмотрите. Однозначно это не черный, да. Смотрите, черный, он показывает истощение. Коричневый – тревога. Серый – подавленность. Белый – какую-то там одухотворенность. Хотя белый, я считаю, это цвет клерка, да, это цвет бизнес-леди. Это белая облузка. Белый верх, черный низ. Я считаю, что белый, он достаточно приветствуется на встрече. Фиолетовый умиротворенность, синий – покой. Да, человек будет смотреть на вас, он будет спокоен, умиротворен, расслаблен. Зеленый цвет вызывает уравновешенность. Да, то есть не будет такого. Желтая – приподнятость, оранжевая – активность, красное – перевозбуждение. То есть, я считаю, вот эта зона, может быть, с желтого и до белого, вот эти цвета предпочтительнее использовать, когда вы одеваетесь на встречу с людьми. То есть, да, это тоже важно. Потому что красный – это цвет линдера, вы можете подавлять даже немножечко людей, то, что слишком яркий, слишком красный, оранжевый. А вот эти цвета, ну, не слишком желтый, то есть, может быть, добавлен, желтый разбавлен с чем-то, или спокойный желтый. А вот эти все цвета приятно будут влиять на людей, они вас будут слушать, да, общаться нормально, им будет комфортно в вашей компании. Ну, только не серый, коричневый или черный особенно. Понятно? Такая маленькая заметочка. Что еще очень важно, ребят? Выражение лица, выражение, которое вы носите на лице, куда важнее одежда, которую вы надеваете на себя. Поэтому все время нужно работать своей мимикой. Да, как вы держите лицо, записывайте себя, пересматривайте ролики. Может быть, вы где-то корчите какую-то мордочку неприятную, надо от нее избавиться. Или вы как-то там, ну, не знаю, еще что-то, да. Но вы посмотрите сами на себя и поймете, что вот так мне лучше не сидеть, вот так лучше не делать. В этом ракурсе я смотрюсь не очень хорошо, поэтому надо занимать позицию справа или слева наоборот. И ваше лицо, оно должно, конечно же, сиять, излучать уверенность, позитив, осанка ровная, да, вот плечи расправленные, улыбка, да, никаких всплетений ног и рук, то есть открытая позиция, четкая, лидерская, уверенная. Вот, в общем-то, я вам все рассказала вкратце. Сейчас расскажу немножечко, вы пока вопросы задавайте по этому блоку, а сейчас я особенно для новичков расскажу, что вам нужно делать, чтобы у вас люди приходили на скайп-собеседование или на презентации. Ну, в основном, да, мы берем режиме, открываем на Авито, где угодно, на любой доске крупной вы можете открыть раздел «Резюме», даже без регистрации они доступны, и вы можете открывать их все подряд и выбирать людей, которые вас устраивают по возрасту, по описанию, да, и по запросам. Если человек там, ну, как бы, да, просит работу уборщицы, то смысла нет ему звонить этому человеку, если у него такие маленькие запросы. В общем-то, да, лучше смотрите людей, которые ищут работу там управленцев, менеджеров, кем-то более солидными. И что вы можете делать? Ребят, я делаю звонок. Я делаю звонок и спрашиваю человека, когда он, ну, первый вопрос, да, удобно ли говорить. Я говорю, что звоню по объявлению на Авито. И спрашиваю, актуально для вас это или нет. Если человек говорит, что да, для меня работа нужна, актуально, я спрашиваю, вы можете на собеседование, мы вас приглашаем в Skype. У вас есть Skype? Если человек говорит, нет, я говорю, вы можете установить Skype? Для вас это не проблема или проблема? Если человек говорит, для меня это не проблема, Я говорю, окей, давайте поступим таким образом. Я вам сейчас смс-ка, отправлю логин скайпа, которым вам нужно будет добавиться. Когда создадите скайп, добавьтесь и напишите, там будет выходить табличка, в ней напишите просто одно слово «собеседование», чтобы было понятно, что вы на собеседовании. Ребят, успеваете? Поставьте плюсики. Все. Отправляю смс-кой свой логин скайпа, перепишу свое имя, фамилию и внизу пишу «напишите собеседование». Еще раз напоминаю, то есть одна коротенькая смс-ка, мой логин, фамилия, имя и пишу «напишите собеседование». Напоминаю, потому что у меня, например, девочка одна, она мне ничего не написала, зашла с чужого скайпа и просто мне звонит. А я не пойму вообще, кто мне звонит, потому что у меня в списках такой нету фамилии, имени. Я говорю «здравствуйте, чем могу быть вам полезна?» «Ну мы же с вами сейчас разговаривали, я просто с чужого скайпа». Я говорю «ну окей, вам надо было просто написать собеседование, потому что в данный момент я с вами говорить не могу, у меня все расписано по плану. Я говорю «поэтому я с вами смогу поговорить только через час». «Вы будете на связи в сети?» «Да, я вас дождусь». Все, девушка меня ждала часа, а у меня просто как раз была презентация, и я буквально ответила на ее звонок и сразу начала с вами общаться. Потом через час я сама перезвонила и поговорила. Я сделала так, как мне удобно. Вот, ребят, что делать вам? Человек к вам добавился на скайп. Вы берете ссылку, где запись на скайп собеседования, копируете и отправляете этому человеку, и говорите «заполните заявку, выберите удобное время, чтобы с вами связались наши менеджеры». Все, ребят, больше вам ничего делать не нужно. То есть человек к вам добавился, он на собеседование, вы ему скидываете одну-единственную ссылку, пишете, что заполните заявку, и выберите удобное время, чтобы вам позвонили наши менеджеры. И все. Ребят, остальную всю работу делают менеджеры. Они созвонятся, найдут человека, поговорят с ним, объяснят, ответят на все возражения, приведут его или к согласию, или выяснят, что нам не подходит этот человек по каким-то причинам. Если человек скажет «да, я согласен», с вами тут же свяжутся наши менеджеры, и скажут, что вы этому человеку высылали заявку. Даже сейчас мы сделали еще интереснее. Кто очень активно работает этим методом, и от вас есть заявки, вы просто скидываете свою ссылку, мы ее вносим в каталог ссылок, и когда ваш человек говорит «да, я согласен», мы просто копируем вашу ссылку, ему отправляем и говорим «заполняйте заявку». Если в течение 30 минут заявка не придет, то с вами свяжемся. Все, ребят, понятно? То есть это сейчас стало очень просто и интересно. У нас тут сейчас огромный поток людей на скайпе, что мы иногда бывает на одно время уже 4 человека, мы просто делим их между собой людей и разговариваем, и из-за этого у нас пошел поток, хороший поток серьезных партнеров. Поэтому этот метод нужно обязательно использовать. Это самый лучший метод, мне кажется. Следующий момент. Если вы не готовы звонить людям, то вы можете открывать также резюме и находить этих людей сначала или в вайбере, или в ватсапе по номеру телефона, потому что номер там всегда указан, находите человека, и там ему отправляется смс-ку. То есть, да, у нас есть для вас вакансия, если, да, для вас, вам это интересно или нет? Если человек пишет вам, да, мне интересно, что за работа, вы ему скидываете ссылку и говорите, вы можете записаться по этой ссылке, записаться на скайп-собеседование, с вами свяжется менеджер и объяснить суть работы, ответить на ваши вопросы. Все, ребята, тут даже не нужно говорить голосом, вообще ничего. Да, вы можете в вайбере или ватсапе просто отправлять коротенькие сообщения. Можно еще отправлять такую, тоже есть такая фишка, записать свою речь, коротенькую, там буквально на несколько секунд. Вы пишете, приветствую вас, меня зовут так-то, так-то, вижу ваше объявление на такой-то доске, если для вас вакансия еще актуальна, дайте знать. Или у нас есть для вас вакансия по вашему запросу. Если вам нужно, да, напишите, да. Человек пишет да, или нет, вы ему отправляете вот эту ссылку и сообщение, то есть запомните заявку на скайп-собеседование, с вами свяжутся наши менеджеры. Ребят, понятно, что нужно делать? Поставьте пятерочки. Смотрю, ни одного вопроса. То ли я так хорошо все объясняю, вы у меня такие умненькие все, то ли вы не слушали, или вы вообще ничего не поняли. Хоть да, напишите любую обратную связь, чтобы было и вам интересно, и мне. То есть вариантов несколько, вы можете использовать любой абсолютно, который вам удобен. Вы знаете, когда я вначале была трусишкой, например, да, я делала все, что угодно, лишь бы не говорить с людьми. Понятно, да, это страшно, но, ребята, вы же понимаете, что сейчас вам не нужно с ними говорить, пока вы учитесь, пока вам самим страшно. Вы научите себя, да, приучите себя, приучите своих новичков, что не надо ни с кем говорить. Вот, да, Свет, знаешь, вот чтобы был результат 15-20 звонков. 15-20 звонков дают 1-2 регистрации, разные люди попадаются. Я иногда пишу статистику в чате, не всегда, да, но иногда вот у меня есть время, да, и настрой. Я прям беру статистику, пишу. Ребята, я считаю, это лучший метод работы, самый лучший, самый эффективный и самый менее, наименее время затратный. Потому что, чтобы обработать режимешки, вот если просто писать сообщение, да, где-то человек, можно смс-ку ему отправить, что, да, там, если вам вакансия интересна, например, вы человека не нашли ни в Вайбере, ни в Ватсапе, отправьте ему смс-ку. Она будет стоить там, ну, даже если это, не знаю, какой роуминг, ну, 10 копеек смс-ка. В любом случае это недорого, это, да, как бы, ну, укладывается в рамки допустимого мозга вложения. Вот, вы берете, отправляете ему смс-ку, что, да, у нас есть предложение по вашему запросу, видим вашу вакансию там, там где-то на такой-то доске. Если для вас это актуально, напишите «да» или «нет». Если для вас это актуально, напишите «да» или «нет». Если человек вам отвечает «да», мне интересно, что за работа, вы ему скидываете, опять же, смс-ка. Вы есть в скайпе? Да, есть в скайпе. Если вы есть в скайпе, а мы вас приглашаем на собеседование в скайпе, добавьте мой логин такой-то, напишите «собеседование», что вы на собеседование. И дальше по той же схеме человек вам добавляется, вы видите, собеседуем, вы скидываете ему ссылку, пишите, заполните заявку, выберите удобное время, чтобы с вами не связался наш менеджер. Опять же, вы не говорите, ребят. Или говорите, если готовы. Конечно, если мне люди пишут, я сама с ними разговариваю, не перевожу на собеседование. Я как-то уже началась с человеком, я его сама веду сразу. Вопросы есть еще? Я вас прямо призываю, кто хочет быстрого карьерного роста, чтобы в этом году уже звание директора открыть, ребят, беритесь за резюме. Их море. Море резюме везде в интернете. Сейчас такая безработица страшная. И даже если есть работа, то такие маленькие стали зарплаты. Да, давайте закругляться. Все, внимашки, целовашки. Спасибо вам всем за внимание. Желаю вам мощного карьерного роста. Используйте свой потенциал по максимуму. Обучайтесь, раскручивайтесь. И помните, что успешные люди делают то, что для неуспешных кажется нереальным, сложным и лень и так далее. Будьте успешными, делайте из себя, лепите из себя успешного, мощного лидера. У вас все получится. А мы вам в этом поможем. До встречи. Пока-пока. Пока-пока.